Продолжение следует... Можно так сказать, вынацивала. И вот сегодня хочу с ней поделиться с вами. Хотя, если вы внимательно читали ее название, как через ценности работы с целевой аудиторией, то вы прекрасно знаете, что целевая аудитория во всей теме не новая. И, конечно, она достаточно отвлечена на многих тренингах, уходах. По-моему, я очень хотела взять эту тему, чтобы отвлечить работу с целевой аудиторией именно через ценности. Почему, конечно, не отвечаю. Дело в том, что для меня этот год был очень важным отношением. И если выделять его доминанцию, самое главное, то это была работа с ценностями. Разве это, они существовали до этого времени, но я никогда их не рассматривала как ресурс или инвестиционный проект. Погромте? Окей, сейчас погромте. Тем более, я не подозревала, что это все технология укрепления ценностей. Ну, это как в любом деле, как в любом процессе. Во всем есть своя технология. Она есть и в работе с ценностями. Я вижу, мне, значит, достаточно тихо. У вас настройки на максимум. Плохо слышно. Так, сейчас мне поможет мой помощь. Плавочка, давай что-нибудь погромче сделаем. Так, ну давайте все попробуем. Я продолжила твой рейс. Продолжил разговор. Как мне сейчас слышно? Скажите, пожалуйста, вы видите, нормальный? Нормальный, да? Ну, у кого-то нормальный, у кого-то не очень. Угу. Уплава хороший звук. Так. Угу. Ну вот я так поняла, у кого нормальный компьютер, то все пишите мне плюсики. Проверьте, пожалуйста, свои компьютеры, настройки. Максимально ли у вас выстроен звук? Фон появился. Вот, Ира, да, здесь вот. Открыли. Окей. Так, я отодвинулась. Я достаточно громко говорю. Все. Друзья, продолжаем. Итак, мы говорили, что, я говорила, что, как в любом проекте, как в любом деле, существует своя технология. И она, есть эта технология в работе с ценностями. Если, кстати, мне проработки и укрепление своей ценности, я стала осуществлять свои базовые ценности, как базовые ценности, в которых можно снять пять ресурсов и вложить их в новые проекты. Давайте начнем просмотры слайда. Вам будет немного понятно. Понятный день, скажем так. Так, пока у меня не появляется. А, и нет ли у вас, ага, и нет. Пока слайда нет. У меня тоже нет слайда. Так, нам все проверяли. Один на ней. Сейчас попробуем. Ага. Сейчас картинка появилась. Отлично. Я тоже ее вижу, все прекрасно. Итак, поехали. Итак, поехали. Нет, не поехали. Не видно. Так, а видим ли первый слайд, на котором написано, ценности – это не потребности, не принципы, не идеалы, нежелания, понятных, не идеи. Ну вот, так, не знаю, это тянется, но не нужно. Так, и здесь. Пробел. Я беру пробел, и снова пробел, и у меня ничего нет в экране. Ребята, я работаю над этим сейчас. Требуется хорошо. Вот. Опа. Следующая. Опа. Ура. Так. Все, поехали. Итак, повторяю, ценности – это не потребности, это не принципы, это не идеалы, и не желания, и не идеи. Если человек живет, не зная своей ценности, игнорирует сигналы, ориентирует свои потребности, заимствованные идеалы и принципы, и звольные действия, рано или поздно он заходит в сети. Вам знакомо это чувство, когда вы стремитесь к какой-то цели, достигаете ее, и не рады этому. Вы можете потратить годы, жизнь, вернуть в горы для того, чтобы прийти в сему-то. Обнаружи по факту, что это у вас не греет. Если вы руководствуете один только хостел, то рано или поздно хостелки заканчиваются, и вы говорите, я больше ничего не хочу. Я все попробую в жизни. Если вы строите жизнь только в соответствии с правилами и нормами общества, делаете то, что надо, то рано или поздно назревает этот жизнь. Вы говорите, кому это надо? Мне не надо. Это не мое. Погромче. Такое получается погромче. Я очень с тем, чем проходила на ощупь. Интенсивно. И теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что я делаю в своей жизни и все, что я не делала, я все это насчитывала. Свои цельности, свое предназначение. Порой ошибаясь и пробуктовывая на месте. Я на самом деле учила отличное техническое образование. Отдачу мне 6 лет. Закончила диплом на отлично. И уже догадывалась, что это не мое. Так получилось, что это было жизнь как надо. Ну, как вы помните, надо же нам было получить высшее образование, выйти замуж и работать по специальности. В моем случае желательно было работать в закрытом интерьере. И проработав пару лет после института на предприятии электронной промышленности, я ушла в никуда. Просто взяла и ушла. Надежда найти свое место. А ведь это было 90-й год. Выбор был невелик в стране, которая разваливалась на глазах. Обсихологические ценности, русской фауси, где каждый любым способом пытался хоть все это заработать на элементарные вещи. Два года я проработала администратором в кооперативном кафе первого в России языка. Было очень интересно, было весело. И еще было потом два года выживания. Секундсендом и купи-продай. А вот в 94-м году включилась чудесная встреча, которая изменила всю мою жизнь. Я в отложении сетевого маркетинга и начала работать на себя. Это была жизнь, как хочу. Еще раз, ребята, извините, я сейчас свернусь. У кого плохой звук, еще раз, давайте проверим связь. поставьте мне клютики или от одного до двух и сетевого метка и пишите очень плохо. Друзья мои, через перни к звездам на репетиции все прошло облегчать. Как меня слышно? Как меня видно? Я снова с вами. Ура! Слютики! Супер! Итак, продолжаем разговор. Отлично. Ребята, я вас снова приветствую и надеюсь, что вы восстановите, как и я, сейчас связь, которую мы прервали. Итак, мы закончили на том, я рассказывала немножко свою историю, как я в 94-м году у меня получилась чудесная встреча и она изменила всю мою жизнь. Я вошла в мир сетевого маркетинга, начала работать на себя. И это была жизнь как хотеть. Постепенно тема ценности стала проявляться во всех аспектах моей жизни. И в бизнесе, и в отношениях, и в тренингах, и во всеми людьми. Я поняла, что когда воплощаюсь ценности осознанно, развитие ускоряется многократно. И это единственная возможность достиг глубокого удовлетворения гармонии. В этот момент я пришла в жизни как важно. Моя мотивация стала внутренней. Она не зависит от нижних факторов. Мы сейчас постоянно в этом мире экономический, политический кредит, продажи упали, люди находятся в депрессии, все-то от нас ходит. в депрессии. Но я вам хочу сказать, что если вата жизнь опирается на укрепленные ценности, как на предки фунтайна, то внешние факторы становятся расчетенными. И утром ты скакиваешь по теме словно опаренных сил, потому что какая-то сила тебя выталкивает. То есть это и есть самая настоящая внутренняя мотивация, которая абсолютно независит, не от того, только от тебя лично. И сегодня я хочу сказать, что мои основные базовые ценности основаны, заливованы во многих сферах жизни. Ну такая ценность, как свобода, уже 23 года я не работаю на дяди и делаю только все проекты, которые мне реально близки. Я предприниматель, и предпринимательство усиливает личный рост. Свободы относятся к путешествиям. Я очень часто путешествую. Не знаю, в каких странах я была, но однозначно больше, чем в 15-й. Любой из них я себя чувствую очень комфортно. И я хочу сказать, что конечно путешествие растеряет свободу. Творчество. Релевой свой проект личного развития службы системы. Я выбрала дело, чтобы могу счастлив свои миссии. И я конечно это после попыток жить как хочу и как надо, я сейчас ищу гармонию с счастливым братьем. Итак, двигаемся дальше. Двигаемся, я поставил двумя лайк. Ага, так, уверенно, ценности. Итак, ценности это то, что важно. Так, давайте немножечко поговорим, что такое базовые ценности и сколько их должно быть. Ну, давайте на примере моих базовых ценностей, я думаю, они совпадутся многим вакуум ценности семьи, ценность здоровья, свободы, творчества, развития. Ну, есть эти дополнительные ценности, это партнерство, это вот это жизнь, ну, как звание свои. И, как я уже сказала, я думаю, что вы найдете причастность к этим ценностям. Но почему я все это? Дело в том, что все людей, с которыми мы с вами общаемся, приглашаем на встречи, предлагаем стать партнером. Что мы им трансфируем? Вот на всех наших презентациях на встречах. В основном я слушала разные презентации. Друзья мои, ну, сегодня испытания сплошные. как меня сейчас слышно? Нет, вы там понятно. Так, меня кто-то слышит нормально, да? Сейчас я попробую вернуться к слайду. и так, и так, давайте Так, я это не видела. Один там. Иди. Так, не ответите. Я как-то не читаю. Ага, где-нибудь раз. Ты играла, не будет. Слышь. Я играла. Хмм. Так, не ответите. Я так считаю. Так, друзья мои, я уже по ним стучу, потому что слайды очень плохо загружались. Почему-то. Так, давайте продолжим. На чем мы остановились, я говорила о том, что мы транслируем на наших встречах, на наших презентациях. В основном мы говорим об одной ценности, о ценности здоровья. Да, согласна, она очень важна. Ну и вообще так вот повелось в нашем обществе, что эту ценность считают важные люди стартового поколения. Прогласите. Которые почувствовали утрату эту уже и готовы заниматься своим здоровьем. И заниматься они, конечно, готовы только тогда, когда здоровье дает свой. И на примере только этого ресурса, здоровье, мы видим, что люди готовы потреблять ресурс, пока он не закончится. Причем задумываемся о серьезной поломке и что-то этим делать, когда совсем уже плохо. Поэтому кто приходит в основном к нам в компанию? Это люди, которым требуется помощь со здоровьем. Ну а мы-то с вами хотим кого-то видеть рядом с нами? Мы хотим, чтобы это были молодые, творческие люди, которым интересен и карьерный, и личный смирот. Мы хотим видеть людей интересных, молодых, энергичных, которые хотят заниматься бизнесом. Но мы им говорим только про леписы, леписы, леписы. Давайте мы и будем говорить про путешествия, про то, как нам важно укреплять семейные отношения, про то, как нам вообще важно другое качество жизни, про творчество, которое мы здесь получим в компании, и про новых друзей. И говорим мы это все для того, чтобы нас услышали не только больные люди, но и услышали другие люди, которым важны эти ценности. Все то, что я уже пересыслила. То есть мы, транслируя, снова тихо, леписы, снова тихо. А, Слава, помоги мне, пожалуйста. Это всем тихо, простите, пожалуйста, я прервала свой рейс. Кому-то лично. Микрофон у меня встроенный, ребята. К сожалению, я не могу ничего сделать с микрофоном. Микрофон мы регулируем. Нет, от положения я к экрану не приближаюсь, не удаляюсь. Окей, продолжаем. Итак, я хочу еще рассказать, что если мы хотим привлечь людей интересных, творческих, которым важен бизнес, а не только продукты здоровья, то мы обязаны просто транслировать свои речи именно об этих ценностях. И тогда на презентации или непосредственно, когда мы с партнерами общаемся, они вас будут слышать. Понятно. Сейчас как мне, отлично. Как мне, отлично сейчас. Отлично. Спасибо. Спасибо. Итак, задумайтесь о своих трех, хотя бы трех базовых ценностей. Не задавайте вопрос себе, вот тут одно для меня самое важное и ценное. Не может быть только одно. Это, знаете, если не так раз взять, когда вы сидите на стуле, вот сколько ножек должно быть у стула, чтобы он не качался. Три ножки. Правильно? Ну, хорошо, если четыре, замечательно будет устойчивая позиция, но если вы сидите на двух ногах, или одна ножка у вас немножечко укорочена, да, и он качается, так же и с ценностями. Как только вы это сделаете, выстроите свои ценности, то вам прибавится силы, энергия, творчество, и в вашей жизни появится гораздо больше смысла. Так, самое главное, как и с ценностями, выстроите свои ценности, и я уже поняла, что затор на какой-то одной территории может привести просто к паралитет, только ведь на одной территории. Поэтому минимум три базовые ценности мы должны укрепить. Так, сейчас, минуточку, я пробую слайд. Ага, отлично. Так, это то, о чем я вам сказала. На скриптах важно транслировать несколько базовых ценностей. И самое важное, что простроенная система ценностей делает нас уникальными. Ну что, я думаю, что сцепление мое про ценности было достаточно, и я сейчас хочу перейти к уже непотребленной теме целевой аудитории, и как ее преломлять через наши базовые ценности. Начинаем с того, что существует четыре позиции восприятия. Первая. Первая позиция – позиция «Я». «Я» с интервью вселенной. Ну, достаточно упрощенно, но вообще это позиция эгоизма. И это не важно, какого эгоизма, он может быть здоровым, он может быть нездоровым, все равно. Люди, которые испытывают трудности от своими близкими и со своими партнерами, обычно застревают в этой позиции. Они категорически отрицают возможность войти в позицию другого человека. Или это называется импатией. Вторая позиция. Вторая позиция «Силь» в центре вселенной. Это способность войти в положение другого человека, увидеть мир его глазами, внешность в его обучении, понять его систему ценности. Ну, на самом деле, вы, наверное, замечаете, насколько сейчас не хватает нам как раз вот этой вот позиции. Не хватает в этом современном мире, между людьми, между государствами. Согласны ли со мной? И я хочу сказать, если чем гибкая коммуникация, тем эффективнее общение. Как первая позиция, так и вторая позиция поддержана эмоциям. А вот теперь мы в третью позицию зайдем. В третью позицию позиция – позиция наблюдателя. Скажем так, «Ани». Что такое «Ани»? То есть представьте себе, вы из своей головы вносите свои глаза наружу и твой мозг. И как бы наблюдаете со стороны, со своим обстоянием с другим человеком. То есть здесь я, вы, здесь другой человек. Но мы наблюдаем за этим двумя как бы по стороне. То есть выносим вот эти глаза, мозг и смотрим на них. Это так называемая диктированная позиция. Она характерна уже для коучей, для консультантов. Эта позиция способна взвесить позиции обеих сторон без эмоций, без относительной эмоций. и человек в этой позиции способен распределить вдруг, например, конфликтующих сторон, не входя в эмоции. Это очень важно. Он видит ситуацию как бы со стороны, не занимая ни сих сторон. Это сильный саг к умному решению. Это уже саг мудрости. На самом деле, вы можете попроциковать даже без второго человека. Попробуйте, когда вы идете, что-то делаете, попробуйте вот эти свои глаза и мозги вынести снаружи, посмотреть на себя со стороны, понаблюдайте на собой, как это видится на ровне, а и внутри. Так. И, наконец, все это здорово, прекрасно. Есть еще одна позиция, она очень крутая, очень. Называется она позиция полевого восприятия или подлинного мы. Ну, чтобы представить такую, как власти в эту позицию, надо представить, что мы находимся в определенном поле, пространстве, вокруг нас в детстве. Это, в этой позиции, воспринимать способность воспринимать ситуацию с телефоном, как все поле. Давайте попринимаемся, попробуем это делать. Сядьте прямо, закройте глаза и теперь опустите мысленно глаза и свое внимание до центра земли. Под вами огромное пространство и над нами как бы огромное-огромное пространство. Слева и справа, в долине березонца, впереди и сзади. Вот представьте всех людей, которые находятся вокруг вас, за пределами вашей комнаты. Представили? И вот попробуйте сохранять это сейство вот какое-то время. Теперь вот в этом сохраненном сействе откройте глаза и посмотрите. Вот и видят вокруг люди друг на друга. Смотрите вокруг и вот это осуществление, это восприятие, оно включает в себя и первую, и вторую, и третью позицию, то есть все поле, которое вокруг нас. Это мудрость, это способность системного взгляда, видеть всю картину, которая есть за вашими стенами. Ну и тоже круто, вот этому надо учиться, тренироваться. на самом деле все это практическое то есть и время для реализации проекта, для переговоров, продаж, достаточно трех первых позиций. Вот за глаза, хватит. Твертая позиция это уже высыпала так, как мудрость. Поэтому тренируйтесь быть во второй позиции, это очень важно. И тренируйтесь быть в позиции, а не в позиции наблюдателя. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше к понятию целевой аудитории. Ну, множество дистрибьюторов заморачиваются над вопросом, что же моя целевая аудитория. А, кстати, вот практика, особенно второй позиции, позволит легко понять свою целевую аудиторию. Понятие, определение целевой аудитории, наверное вы найдете множество, но я думаю, что вам близко будет вот это определение, которое вы видите сейчас на слайде. целевая аудитория, это группа людей, объединенных в общие потребности. Разговор на языке потребностей, это не то иное, как умение ходить во второй позиции. Возьмем, для примера, наш бизнес. Чаще всего нависки предлагают товар, исходя из первой позиции. Все, как, мне это очень нравится, мне нравится этот крем, этот продукт, и я сейчас вот буду предлагать всем и смогу на этом деле заработать. Что в результате? И теперь я открывал, так как они могут входить во вторую позицию. Возьмем артистинга вторая позиция это исследование рынка, исследование целевой аудитории. А важно, важно не только сказать и как сказать, но и кому, кому сказать. И всякое послание уже будет услышано. Для любого диалога нужны усы. Кто те усы, в которые вы будете складывать информацию. У кого те карманы, кто будет давать вам деньги за то, что вы предлагаете. Итак, идеальный портрет своей целевой аудитории, портрет вашего клиента, партнера, и ты к жизни наконец-то, друга, такое. Мы живем в мире настоящей конкуренции, где существует мир жесткого месивания. И вот правило, которое поначалу звучит как парадокс. тем конкретнее вы определите свою целевую аудиторию, тем оказывается эффективнее общение с ним. Если мы говорим про белье, то больше денег заработаем. Если про подписание, то больше зарекрутируем. и здесь важно не рассеивать очень широко наш прожектор. Так и не сузнать его до лазера. Ну, это значит, что-то объяснили. Ну, помните 90-е годы, как нам говорили, что у нас целевая аудитория. Да вообще все, все, что ходит, разговаривает, ну, что-то верится, как в одном аудитории говорится. Теперь мы понимаем это не так, но выбирать только очень узко, например, не знаю, пламени 35 лет, только с личным медицинским образованием, высокие, стройные и так далее, и так далее. Это тоже нам не 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 самый лучший способ писать портрет твоей целевой аудитории это писать портрет самого себя. и безусловно от выбора целевой аудитории зайдите форма вашего послания как и что говорить. И теорию вам одно, молоденький другое. Как и для кого вы хотите стать профессиональным брендом. и так ну обычно нам новичок говорит ну я хочу ну для всех вот всем хочу чтобы я был крутой такой ну я всех не получается давайте сужать ну для тех кого интересуется йога для тех кого кто интересуется здоровым питанием да нет ерунда все послания которые вы обращаетесь к своему его аудитории это ценности прицепия движения перейдем сюда итак первый так первый так для кого я хочу стать центром притяжения для кого я буду магнитом и к 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 требностей я буду довесторять это первый так и первый вопрос на который вы должны дать ответ как второй как второй очень простой наконец-то начинайте довесторять потребности целевой аудитории пусть сердце целевой аудитории явит все бесполезности как вы можете бесполезно если вы не знаете ко мне и в чем дальше вы делитесь но когда вы знаете то у вас возникает на первом этапе доверительное отношение все это сейчас не работает работают по требности они как крест формы для рыбок раз покорми полезный сдал второй раз покорми еще раз дал полезный а на третьей прием рыбка золоте поэтому нас с вами есть это от доверия экспертности в определенный момент вас начинают воспринимать как эксперт кто такое эксперт это человек который мою жизнь может сделать лист в этом смысле люби гаити каждый знак хочет свое желание эфир или каждый раз мы забираем внутреннее у кого-то обучение тренинг в интернете забираем так чтобы вызвать максимум полезного визита но прежде чем выбрать что-то мы заследим за автора мы читаем мы наблюдаем его нас вдруг становится понятно и ценности которые он транслирует они близки и вам то есть нам вами и мы тогда выбираем этого человека это так называемый величинный маркетинг но самое друзья мои возникает только тогда когда вы очень четко понимаете свою подвою историю и ее ведущие потребности которые мы можем своим деловым предложением для этих людей а дальше остается проложить мой текст между своей целевой лаборатории и тем что ты и своя компания может дать свои навыки свое умение твоя философия твои ценности а для этого нужны каналы коммуникации и стыдисты послания есть вы есть мир в котором он нуждается и которому вы говорите ребята я тут я готов или готова помочь вам для этого вы должны появиться там где обозначено вас подевают и сделать предложение на языке и ее потребности ну если коротко это самое важное что я хотела вам сказать в конце декляции я хотела вы сказать поступать так как вы на самом деле считаете важным для себя и делать то что вы действительно чувствуете целью говорить то что думаете именно вы это реально получать вас от мира свободу успех деньги комфорт признание других людей и внутренних додотворений ребята это реально я теперь точно знаю а почему потому что если вы точно знаете в чем заключаются ваши личные базовые ценности и умеете воплощать в жизнь то у вас все складывается отлично вы используете только из своей внутренней мотивации сегодня такой разговор у нас немножко прерванный и за связи получился скажите пожалуйста вы не поняли о том что я вам говорила дайте мне пожалуйста обратную связь можете меня отчего никто не слышит спасибо вижу ура меня слышали спасибо огромное спасибо да замечательно спасибо вам за обратную связь за то что были такие терпеливыми за нашу встречу и до новых встреч если конечно будет возможность еще раз перед вами выступить всего доброго до свидания до новых váяют до новых встреч по втором вер完 很好 лет те